Дорогие друзья, всем привет и очень прикольная новость. Захожу я, короче, на основной аккаунт, чтобы дапать одного персонажа, если вы знаете, о ком я. И тут узнаю о такой классной новости, что у меня что-то есть в магазине, что-то новое, хотя у меня аккаунт фуловый нового, ничего не должно быть. И это, ребята, угадайте, что? Я думаю, по названию уже понятно. Вторая пассивка на мистера Пи. И очень даже интересно, я сейчас буду затестить и проверить. Вторая пассивочка, она уже у меня есть, ребята, в магазине, жестянка. Ну, давайте откроем бесплатный ящик, а вдруг оттуда она дропнется. Будет вообще весело и прикольно. Но, к сожалению, нет, она не дропнулась. У меня есть, конечно, еще парочку боксиков бесплатных. Можно было бы их открыть, но все это не то. Короче, давайте, естественно, покупать новую пассивку. Жестянка называется вторая пассивка. Я ее сразу приобретаю. Вот, и значит, здоровье базы роботов на носильчик увеличено на 3000 очков. Короче, ребят, ну, честное слово. Вот на мистера Пи вообще мало играл. Но, мне кажется, вот первая пассивка, которая чемоданы, чемоданы отлетающие не на... Чемоданы, которые отскакивают и взрываются, мне кажется, круче, нежели вот эта штука. Ну, давайте проверим. Давайте проверим. Пойдем в шедев, в штольню. Как раз, кстати, мистер Пи очень хорош для штольни, потому что тут метатели неплохо так тащат, а мистер Пи у нас метатель. Поехали сразу, без всякой болтовни, сразу проверять. И, кстати, мы сравним потом. Я еще возьму первую пассивку и сравню как раз. Так, главное не запороть катку, а то я... Че-то... Сейчас. Просто казак. Слушайте, ребята. А 3000 хп, это много для станции. Вы представляете, сколько она будет жить? Постоянно вот эти головы будут регениться. Ну, точнее, спавниться по новой. Блин, какой же классный персонаж. Почему я его до сих пор не апнул, реально? Так. Смотрите. А где моя станция? А, станция моя до сих пор жива, чтобы вы понимали. Ну, понятно, она и будет жива, потому что... Что она... Джесси еще не... Так. Блин. Ля-ля-ля-ля-ля, как бы сейчас... С одной стороны голова, с другой стороны мои чемоданы. Ну, вот, смотрите. Ставлю станцию. 8000 хп у нее! Хо-хо-хо-хо! Ребята, так... Ну, это 4 банки, окей. Я фуловый, да, допустим. Ну, блин. Это ведь круто. Наверное. Но, мне кажется, эта пассивка... Хороша для режима 3 на 3, мне кажется. Больше, больше. Потому что... Ну, в соло... В соло, типа... Не, ну, хз. Так. Окей. 8000 хп было с 4 банками. Давайте теперь возьму обратно первую... Не, стоп, стоп. Еще один бой. Получается как? У нас первая пассивка работает следующим образом. Я стреляю. И куда бы я ни выстрелил, даже если я не попадаю, и чемодан взрывается. Сейчас. Сейчас такого не происходит, да? Видим. Хорошо. Хорошо. Но. Но, но, но. Слишком ли это полезно? Сейчас мы проверим. Ну, мне кажется, первая пассивка тоже имба. Я не знаю насчет второй. Честно, я пока не могу судить. Сейчас проверим. Так. 8000 хп. Не, слушайте, это не от банок зависит. А может и от банок. Типа тоже 8. Короче, на 3000 хп с пассивкой этой... Больше у вашей станции. Блин. Было бы круче, если бы, знаете, с пассивки выходило, ну, быстрее. Благодаря пассивке голова, ну, можно... Головы выходили бы как, не знаю. Даже если их не убили, они выходят и выходят. Было бы прикольно. Но, но это было бы вообще... Бред полный. Так. Опа. Так, а ну, что ты сделаешь с моей головой? Что ты с ней сделаешь? Сейчас голова убьет Фрэнка, смотрите. Не, он убегает от нее. Че ты от нее убегаешь? Что? Так. Это топ-1. Да, 9000 хп, смотрите. Как хп, как у, я не знаю, у Эль Прима какого-то, у Фрэнка, блин. Не, это много хитпоинтов. Слушайте, я, ну, я еще просто не сталкивался с тем, чтобы ее убить. Ну, эту станцию. Как долго я ее убивал бы, то есть. Блин, он идиот. Он рели идиот. Так, отлично. Победа. Давайте теперь возьму вторую пассивку. Попробуем, посмотрим, че. Первую точнее. Чтоб так сравнить, знаете. Ну, смотрите. Опять же, мы не сравним, потому что мою станцию никто не убивал. Мою станцию никто не убивал. Так, шо у нас там, шо-то новенькое? Штольня? И, поехали. Если бы мою станцию кто-то убивал бы, да, то... Не, я уверен, в 3 на 3 вот эта пассивка будет неплохая. Типа, ну, представляете, ты ставишь эту станцию, она будет жесть как мешать вражеской команде. И они все будут, конечно, пытаться ее убить. Но при этом они пока ее убьют, ты уже нафармишь на вторую. Но и первая же пассивка тоже неплохая. То есть ты стреляешь в толпу просто куда-нибудь, стреляешь, а чемоданы взрываются. То есть ты можешь даже рядом скинуть куда-то и... И нанести урон. Но не знаю. Не знаю. Не, ну, прикольно все равно. Типа, плюс 3000 хп. Давайте сейчас попробуем пойти в 3 на 3. Сейчас возьму вторую пассивку, попробуем пойти в 3 на 3, сравнить. Так, ну вот, смотрите, ставлю 5000 хп. А прошлая моя станция с пассивкой была 8000 хп. Короче, на 3 косаря. Три косаря разница. Так, 5 бойцов. Ну, я думаю, что сейчас пойдем в 3 на 3. У меня просто мало еще кубков. Блин, не, вообще персонаж очень веселый, реально. Но я до сих пор на нем не апнул 500 кубков. Вот это я приколист, конечно. Так, оп, оп. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну да, я ж не 8 бит. Я начинаю забывать об этом. Так, ладно. Давайте берем еще раз вторую пассивку. Так как ролик у нас про нее. Еще раз мы ее сейчас пойдем затестим. В режиме теперь 3 на 3. Давайте. А, можно же пассивку менять вот так. Вот так. Что-то я туплю. Так, в каком? Ну, давайте вот здесь. Давайте вот здесь. В новом режиме. Поехали. Напишите вы свое мнение в комментариях, ребят. По поводу пассивки. Может у вас больше будет мыслей на этот счет. Я типа не могу сейчас определиться, какая пассивка лучше. Ай. Блин, у меня такое ощущение, что чемодан реально летит меньше. Хотя нет, это походу ошибка. О, ошибочное мнение. О, шпион номер 1. Так, я сейчас хочу набить ульту. Поставить. Ой. Случайно, короче. 6,5 тысяч хп у нее. Блин, ну классно. Ой, тихо. Так. Ну, давай, убивай ее. Блин. Зажали меня. Ну, смотрите, реально, ее долго убивают. Плюс голова постоянно появляется. Она еще, она еще. Да смотрите, ее до сих пор не убили. Смотрите, вот сейчас убили, и я ставлю новую. Ну, трэш. Не, я, ну это опять маленькие кубки, окей. Ну, на больших она будет серьезной проблемой. И ее уничтожить будет реально прям трудно. Ну, типа, представляете? Почти 7 тонн хп. И в тиме, представляете, там будет у вас еще там, допустим, Пенни, либо же, либо Джесси тоже поставит турельку, либо мортиру. И представляете, как соперникам будет трудно. Так, а что мы, точку потеряли или что? Оп, есть. Оп, оп, оп. Оп, оп. Тихо, 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 тихо. Есть. Пум, пум, пум. Шпион номер один. Так, 15 секунд осталось. Не, ну, дефаться теперь этой... Как это, станция, да, или как она правильно? Дефаться этим зданием теперь очень легко, реально. Так, перед собой поставил, и это прям стена целая стоит. И, ну, считай, что ты Эль Прима перед собой поставил. Или Фрэнка. Не, круто, реально. Вторая пассивочка, вот, вот сейчас она как-то раскрылась. Мне очень нравится. Вот. Ну, в общем, такая вот тема, ребят. Практически у всех персов теперь есть по две пассивки. Да, все персы с двумя пассивками. Но мы про эту вторую пассивку, ребята, еще знали на снэкпиках. То есть я показывал ее, когда перед обновой, да, у меня был материал. Но поиграть самому я не играл. Поэтому было интересно попробовать. И, блин, ну, надо апнуть этого перса. А ну-ка, давайте лайкосов завезете. Сколько вы сможете лайка? Вы 100 тысяч можете завести? И я апаю вот этого парня на косарь. Хорошая заявка. Но при этом, конечно, неплохие, неплохие условия. Ладно, ребят, спасибо вам за просмотр. Напишите в комментариях, какая вам пассивка, по вашему мнению, больше заходит. И, блин, ну, аргументируйте точку, свое зрение. Че? Вот именно, вот, первая. Если первая, то почему? Или вторая, тоже почему? Ну, не знаю. Я не могу определиться, какая лучше. Да, блин, мне кажется, вторая. Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Скоро увидимся. И до новых встреч. Всем пока.